Для того, чтобы образовывать вас в этих вопросах, я хочу рассказать вам одну очень интересную историю. Типичную историю, которая сегодня случается с женщинами. Итак, Наталья, 32 года, поддерживала отношения онлайн с Александром на протяжении нескольких лет. Как бы их не разделяло расстояние, они все равно встречались. Их дружба не прекращалась, переписка, они больше узнавали друг друга, делились и в трудные моменты жизни поддерживали друг друга. Их отношения развивались так успешно, что в какой-то момент они перешли в романтические. Они выезжали, вместе отдыхали, ездили друг к другу в гости, и уже было понятно, к чему ведут их отношения. И в какой-то момент Александр решился сделать Наталье предложение, что, собственно, для нее не было неожиданностью. Потому что она знала, что их отношения ведут именно к браку. Они уже организовали, так скажем, предсвадебные мероприятия. У них уже составлен список гостей, свадебное меню. И потом они ходили выбирать кольца и даже купили их. И все шло замечательно до какого-то момента. И вот Александр уехал в свой город, вернулся в свой город для того, чтобы ожидать невесту. Но в какой-то момент он ей пишет. Дорогая, извини, у меня такое ощущение, что мы, кажется, поспешили с решением. У Натальи шок. Она начинает сомневаться в его чувствах. Начинает ему звонить, требовать объяснений. Она закатывает истеку, плачет, не спит, не ест. И при разговоре по телефону каждый раз требует объяснений. И чем больше продолжается их диалог, тем больше Александра раздражается. Чем больше они пытаются выяснить причину, тем больше у них возрастает недопонимание. Объяснения, которые пытается дать Александр, кажутся неубедительными для Натальи. И поэтому она то уходит в затишье, то у нее случается нервный срыв. И все это время Александр на том конце провода все пытается ее успокоить. В очередной раз Наталья не выдерживает. И она высказывает ему по телефону. Я на тебя потратила столько лет своей жизни. Ты признавался мне в любви. Но разве можно? Разве можно верить в твою любовь? Это что, ты называешь любовью? Разве можно так поступать с любимым человеком? Говорит Наталья в слезах. Наталью глужит сомнения. Она чувствует, что любовь покидает их. И она настаивает на том, чтобы Александр признался ей в своих чувствах. Но признайся, признайся, ведь ты не любишь. Так и скажи. Наталья фактически провоцирует Александра на ответ «Да, не люблю». Довольно. И бросает трубку. Через некоторое время он пишет ей письмо. Письмо содержит несколько строк. Извини, Наташа, но мы разные. Мне жаль, что нам так и не удалось понять друг друга. Я желаю тебе счастья. Прощай. Вот такая была грустная история, которая несет в себе фактически глобальную информацию. И я точно знаю, если женщина не готова к такой ситуации, безусловно же, и отношения будут расторгнуты, и любовь потеряна, и женщина будет долго еще переживать тот страшный опыт в качестве оставленной невесты. Ведь затронута ее честь, самооценка, да, да, большой удар по самооценке, совершенно верно, можно ли разобрать эту ситуацию? Можно ли понять, что является причиной такой ситуации? Что вы думаете об этом? Можно ли предугадать такую ситуацию? Кто пережил подобную ситуацию, пожалуйста, можете вызваться и взять микрофон. Только прошу, не тот, кто у меня учится. Тот, кто у меня учится, может спокойно проанализировать эту ситуацию и дать правильные ответы. Меня интересуют те женщины, которые ничего об этом не знают. Страх перемен у мужчины. Отлично, отлично, Наталья, вы указали очень важную причину. У мужчины в добрачных отношениях очень отлаженный график жизни, привычный образ жизни, привычные отношения, да, встреча с друзьями, куда захотел, туда пошел, захотел на корпоратив, пошел на корпоратив, захотел встретиться с друзьями, попить пиво, да, ему не надо никого спрашивать, собрался, пошел. А в ситуации в браке ему придется согласовывать со своей второй половиной, правильно? Отлично, Наталья, еще есть какие-то причины, которые можно указать, потому что их минимум пять причин. Мы, женщины, должны понимать, что скрывается за этим, потому что если женщина попадает в эту ситуацию, это происходит не случайно. и это происходит не случайно. Так, еще кто-нибудь попробует выдвинуть предположение, почему такие вещи происходят в жизни? Все, все версии закончились, да? Хорошо. Давайте тогда я предложу вам несколько версий. причины. Одна из причин это то, что мужчина делает поспешное решение. Часто женщины берут на себя инициативу. Смотри, как у нас все хорошо, смотри, как у нас все классно, и под белые рученьки его и ведут. Раньше женщину под белые рученьки, а теперь мужчину. Сегодня средства массовой информации и очень многие некорректные статьи призывают женщин брать инициативу в свои руки и дарить мужчине колечко. Да, мужчина согласится, потому что это все выглядит впечатляюще, все ему это интересно, торжественно, тем более, когда они сидят в ресторане, и там, скажем, при романтическом ужине она вдруг посылает ему колечко в фуджер шампанский, и он это видит, когда пьет. Или еще какая-нибудь интересная, трогательная ситуация, где им приносят десерт, а на десерте лежит колечко. И она ему признается в любви и говорит, пора нам пожениться. Мужчина под впечатлением, мужчина, конечно, скажет да. Родители быстренько все готовят к этому. Новая испеченная пара, все замечательно. Все счастливы. Родители невесты, родители жениха, все устроены, все пристроены, всех все устраивают. но только жених в какой-то момент чувствует себя загнанным в ловушку. Ведь не он делал предложение. Он чувствует себя красной девицей, потому что предложение было сделано ему. другая очень важная причина. Мужчина меняет свое решение по причине того, что он вдруг осознает степень ответственности, на который он не рассчитывал. Если в добрачный период, в период романтики мужчины в состоянии потребности в постоянных сексуальных отношениях и в потребности в близости постоянной видеть, слышать, чувствовать возлюбленную. Да? И мужчина себе представляет отношения, что вот ему значит будут и пирожки теплые, и борщи, и постелька накрыта, и это будет здорово, это каждый день, все замечательно. И когда мужчина думает об этом, он ведется на предложение пожениться. Но в какой-то момент мужчина, можно сказать, даже в последний момент мужчина вдруг понимает, что за этим стоит и ответственность, и обязательство. вы понимаете, что очень важно, чтобы к браку, к созданию семьи мужчина был готов. здоров. Это не просто, так скажем, изо дня в день наслаждение друг другом. Да, в этом есть все приятное, все классное, все замечательно. Видеть друг друга, слышать, общаться, помогать друг другу. но за этим еще стоит то, что мужчина должен заботиться о своей жене и о будущих детях. Готов ли мужчина к тому, чтобы позаботиться экономически, то есть содержать семью. обязательно на время беременности, когда жена будет вынашивать ребенка, она не может быть добытчицей. И когда приходит осознание, мужчина может в последний момент сказать, знаешь, подожди. Еще один момент хочу вам раскрыть относительно мужских переживаний и сомнений. В последний момент мужчина может подумать, а та ли эта женщина, ради которой я готов переживать какие-то трудности. А та ли эта женщина, ради которой я готов переживать или мириться с какими-то неудобствами. Это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос. Потому что для мужчины его комфорт, как у эгоистичной половины человечества стоит на первом месте. Да. Мужчина заботится в первую очередь о себе. Так какова должна быть его любовь, чтобы он был готов позаботиться о той женщине, которую он хочет. Есть еще одна причина, которая останавливает мужчину в последний момент перед его вступлением в враг. Есть еще одна причина. Но я простите, не могу вам о ней сказать вот так в попыхах, потому что это требует системного представления о том, что это значит. Поэтому для тех, кто желает полностью разобраться в вопросах, почему мужчина в последний момент меняет свое решение относительно брака, вы, пожалуйста, приходите ко мне учиться. Приходите изучать программу теории любви. Сейчас я хочу вернуться к тем вопросам, которые обычно затрагивают женщины. Как женщины объясняются. Женщины женщины женщины